Есть идея? Готовый проект или новый продукт? Нужны деньги на реализацию? Хотите проверить спрос? Думаете о расширении продуктовой линейки? Здравствуйте, дорогие радиослушатели и наши зрители! В эфире второй выпуск цикла передач «Время пришло», где вы познакомитесь с таким понятием, как краудфандинг, и узнаете, как с его помощью воплощать мечту в жизнь. У микрофона Ольга Шерчнева. В прошлом выпуске мы с вами обсуждали само понятие краудфандинг, разбирали, что оно означает и для чего он нужен. Также ознакомились с тем, что необходимо сделать перед тем, как вы только собираетесь начинать создавать свой проект. И немного коснулись некоторых этапов создания черновика вашего проекта. Сегодня мы с вами более подробно обсудим такие этапы создания черновика вашего проекта, как выбор категории, суммы сбора и выбор стоимости вознаграждений. И начнем мы с категории, к которой относятся ваш проект. Правильно выбрать категорию означает определиться, к какому из разделов относится ваш проект. На Бумстартере существует большое количество категорий, такие как дизайн, еда, спорт, общество, искусство, фильмы, издания и многое другое. У каждой категории существует еще подкатегории, поэтому вы легко сможете выбрать, к какому разделу относится ваш проект. Ну а если по каким-то причинам вы не смогли определиться, вы можете обратиться к менеджеру вашего проекта, который вам обязательно поможет и подскажет. Почему важно правильно определить категорию вашего проекта? Потому что спонсоры поддерживают проекты в интересных для них категориях. И скажем, если вы неверно определили категорию, то ваш проект просто может остаться незамеченным. А теперь мы с вами обсудим сроки сбора средств. На Бумстартере на всю компанию вам дается от 20 до 60 дней. Вообще, как правило, мы рекомендуем использовать золотую середину. То есть приблизительно 30-40 дней. Потому что в противном случае вы можете устать, если, скажем, собираете средства в течение двух месяцев. Так как общаться со спонсорами, с интересующимися людьми вам нужно будет каждый день. Нужно будет создавать различные обновления и постоянно, опять же, поддерживать какое-то общение с людьми. И вы элементарно можете устать. И также спонсоры могут не дождаться своих вознаграждений. Потому что, как правило, им хочется, чтобы вознаграждения пришли как можно скорее. Это не означает то, что вы не можете собирать деньги в течение 60 дней. Это все делается, все это происходит. Но, опять же, как правило, это делают те команды, у которых работает много людей. Скажем, если вы один, скорее всего, вам лучше собирать деньги в течение месяца. Но вот совсем недавно на Бумстартере появился такой вариант сбора средств, который называется «До цели». Теперь вы можете запустить свой проект и собирать на него деньги до момента, пока нужная сумма не соберется. Это может быть месяц, два, три и даже годы. Для такого варианта сбора средств, как правило, подходят проекты из раздела «Общество» или «Наука». Потому что для их реализации требуется много времени. Ну, а если немного подытожить этап выбора срока сбора средств, то мы рекомендуем вам использовать «Золотую середину» от 30 до 40 дней. Потому что лучше регулярно общаться со своими спонсорами в течение 30 дней, чем изредка в течение 60. Теперь мы с вами обсудим стоимость вознаграждений, которую вы, конечно же, закладываете в сумму, собираемую на площадке. И здесь вам нужно знать, что стоимость вознаграждения составляет от 20 до 40% от суммы, вносимой за него спонсором. Итак, вы познакомились еще с несколькими этапами создания черновика вашего проекта. На сегодня это все. В следующем выпуске ждите продолжения инструкции по применению краудфандинга. И помните, если вы хотите что-то начать, время пришло. У микрофона была Ольга Шершнева.